С какими итогами завершает год Кабинет Министров Республики? Как проходит процесс оздоровления завода «Промтрактор»? Что повлияло на снижение строительных объемов? Об этом пойдет речь в очередном выпуске программы «Правительственная связь». Гость студии – премьер-министр Чуваши. По меркам нашего канала «Правительственная связь» – программа «Долгожитель». На вопросы авторов проекта руководители органов власти отвечают каждый месяц на протяжении пяти лет. Итоги работы Кабмина за год по традиции подводит в эфире Иван Моторин. Если касаться бюджета Чувашской Республики, консолидированного бюджета Республики, те назначения, которые принимались при принятии бюджета, они в полном объеме будут выполнены. Сегодня по 11 месяцам у нас сложились следующие цифры. Это порядка 46,2 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Чувашской Республики с ростом 106,5% в 2016 году. Если посмотреть по поступлению в республиканский бюджет, 39 миллиардов, почти 40 миллиардов с ростом 107,3%. Многие прогнозы регионального правительства оправдались. Промышленная сфера продолжает уверенный подъем. А вот объемы водожилья в республике уменьшаются. Главная причина – снижение спроса на квартиры. Но все может измениться в следующем году, считает Иван Моторин. Что касается строительного подряда, мы понимаем, что это связано с реализацией инвестиционных проектов и опять же с кредитованием экономики. Здесь есть определенные сложности и, соответственно, отставание от цифр 2016 года. Опять же, связывая, что в 2018 году те упущения, которые были в этих отраслях, мы нагоним. Инфраструктурные проекты Канаша продолжат финансировать фонд развития моногородов. Это недавняя победа Кабмина. Муниципалитет выпал из списка в октябре, а со своими обязательствами не справился один из инвесторов. Иван Моторин говорит, что правительству региона было необходимо внести корректировки в программу. Стратегический документ согласован. Накануне подписали дополнительное соглашение. До конца года планируется поступление дополнительных средств на финансирование наших проектов. Но я хочу здесь сказать, чтобы проекты не останавливались, независимо от того, будут они финансироваться фондом или не будут. У нас есть действующие контракты, заключенные в соответствии 44 ФСЗ. Весь год республика следила за судьбой концерна «Тракторные заводы». Предприятия вошли в состав корпорации «Ростех». Передача акций полностью завершена. Новые собственники, отмечает председатель Кабмина, не намерены отказываться от выпуска бульдозеров. Все предприятия пройдут процедуру банкротства. Я бы даже не банкротство назвал, наверное, оздоровление через процедуру банкротства. Это никоим образом не должно отразиться на активах предприятий. То есть они все здесь остаются и не предполагается продажа по отдельности. То есть это будет реализовываться как целый промышленный комплекс. В 2018-м в республике должны открыться и новые предприятия. О своих планах инвесторы уже заявили. В целом, отмечает Иван Маторин, Чувашия завершает год успешно. В активе правительства реализация майских указов. Свои обязательства власти региона выполняют. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Игорь Зверев. Республика.